Ну что, народ, погнали, как говорится. Подождите, стоп. Что это за видео на канале Нумизматика Боны? Ничего не понятно. Какие-то 25 копеек, какая-то перепутка. Куда я попал всё-таки? И кто сейчас за кадром? Самый главный вопрос. Но так как видео вышло на канале Нумизматика Боны, больше всего, что всё-таки это автор канала. Но вдруг не автор канала, а вдруг его просто-напросто кто-то взломал. И сейчас использует его канал как какие-то велопокатушки. Давайте разберёмся, кто сейчас за пультом и за микрофоном. Если владелец канала Владимир, а вдруг он не Владимир, а Влад, либо ещё его как-нибудь зовут, не тем, как он себя выдаёт. Давайте посмотрим его описание. У нас в описании написан номер телефона. Если номер телефона, он, конечно же, подвязан к Вайберу. Ищем, Вайбер работает. Звоним на телефон, не работает. Это уже, возможно, какой-то просто-напросто мошенник. Посмотрим, что тут ещё есть у нас. Так, лоты, продажа, понятно. Человек зарабатывает. На чём зарабатывает? На ерунде всякой, которую толкают все блогеры. Идём дальше, ребята. Звоним на номер телефона. Телефон не в сети, но это точно наш клиент. Видео на входе в канал также рекламирует. То, что будет происходить дальше, похоже на какой-то развод. Ну вот, ребята, к чему я я введу. Как вы понимаете, кто и что вам говорит. Как вы определяете идентичность человека, либо правильность человека. Совсем недавно вышло видео на канале ИТК, так называемом. Которые все сразу поняли, что это всё. Есть Игорь Тимофеевич Коломинец, соответственно. И я больше чем уверен, из всех зрителей единицы сидят на форуме. Ещё меньше половины искали информацию о нём. Я имею в виду фото, где он, кто он. Ну а ещё, я думаю, 0,001, либо 0,001, это реально его голос, либо нет. Ну, особо разговор не про канале. Игоря Тимофеевича Коломинца, а именно о том, как люди начинают искать себе лидера и постоянно в него спрашивают тот, либо иной вопрос. Хотя я не знаю, ребята, если у вас есть своя голова, почему вы не думаете именно о ней? Вам всегда нужно знать, кто что сказал, кто кому что сказал, кто как ответил. Снять реакцию на реакцию. Зачем она вам, ребята, нужна, просто я не понимаю. Тут уже пишут мне в личку, там началась война, я говорю, кто стреляет, кого убивают. Для меня это вообще какая-то непонятная загадка. Не люблю я вот эти всякие интриги, развлечения и прочие билиберду, которые люди друг с другом срутся, друг друга ругают, соответственно, и немножечко идут не в ту сторону, в которую надо. Недавно я в понедельник выпустил видео перебора, соответственно, и в этом видео перебора я сделал умышленно парочку оговорок. Первая оговорка – это, конечно же, святое слово «перепутка», из-за которого у людей очень сильно бомбит в последнее время. Все резко стали дикими экспертами в этой области. До этого жили тихо, спокойно, а тут раз и понеслась. Перепутка, ты не прав, что ты говоришь. Ну, я до этого отношусь как-то относительно все равно, если честно. Потому что, как бы, каталог восьмой, за ним будет девятый, будет десятый. Названия, именования однозначно будут меняться. В любом случае, сегодня это так называется, завтра это так называется. И, соответственно, есть куча мнений, и надо их тоже все-таки как-то учитывать. Если почитать информацию в интернете насчет перепуток, это не только монеты, которые чеканятся разными штампулями номиналов, соответственно. Ну, а также монеты, которые относительно не подходящие под этот период чеканки, считаются тоже перепутками. Ну, видео, ребята, не о том. Видео о том, что никто не хочет думать, все хотят найти себе какого-то лидера, неважно в каком канале. В моем, либо в каком-либо другом. И все ждут, кто что скажет. Поэтому, ребята, я думаю, на сегодняшней премьере многие сейчас начнут писать, что такое перепутка. В Вован 25 копеек нету такого. А где же вы до этого, ребята, были, если вы все прекрасно знали? Все кого-то ждали. И, соответственно, у вас меняется мнение очень сильно кардинально. Да, все делают ошибки. Никому это не секрет большой и тайный. Но все же, может, хватит все-таки воевать в интернете, скидывать друг другу видео, писать, кто что там смотрел, кто где, что сказал. Устраивать войны, ребята. Это просто-напросто пиар, соответственно, определенных каналов за счет других каналов. Неважно, популярные они либо нет. Вы воюете, а люди зарабатывают. Так что воюйте, в принципе, дальше. Все, что я, ребята, хотел, вроде бы сказал, что не сказал. Ну, пускай так оно и останется. Так что думайте, кто вам говорит что. И не надо этой бесконечной непонятной войны. Перепутка это или не перепутка. Всем пока.